Его называют посредником между истиной и человеком. На Востоке его сравнивают с прозрачной средой, которая принимает и передает знания, не искажая. Что принимаем мы? Олег Тарсунов предупреждает. Осторожно, это подмена. Я обращаюсь к вам, дорогие женщины. Если вы решили, что работа для вас главная, что надо сначала получить хорошее образование и укрепиться в своем финансовом положении, прежде чем выйти замуж, то осторожно, это подмена. Статистика показывает, что если вы из-за того, что вы решили улучшить свое финансовое положение, совершаете поздний брак, то обычно вы находитесь в себе супруга, который не имеет ни машины, ни квартиры, ни работы. Потому что именно вы его привлекаете, такая развитая экономически. А кого бы вы хотели увидеть возле себя? Человека состоятельного, сильного, который обычно находит себе девушку, беззащитную, робкую, застенчивую и красивую. Или вы хотите найти себе человека, который смотрит на ваш кошелек? Каждый человек в любви ищет себе счастье во всем. И мужчина, если он видит, что ему тяжело работать, что он в обществе не такой развитый, состоятельный человек, то в результате ему начинают нравиться женщины с противоположными качествами, которые очень успешны в обществе, очень развиты как личности. Они имеют хорошую зарплату, они имеют квартиру, машину и все условия нормальной жизни. Такие мальчики, обычно они бывают младше, очень сильно привязываются, влюбляются в развитых, состоятельных женщин, которые живут некоторое время со своими молодыми мужьями, а потом эти молодые мужья становятся взрослыми и нравятся уже молодые симпатичные девушки. И в результате такая счастливая, состоятельная пара почему-то разваливается. Вы этого хотите, дорогие женщины, делая ставки на свое образование и финансовую стабильность. Лучше подумайте о том, как увеличить свою красоту, свою возможность служить мужу, свою возможность заботиться о нем, свое смирение, свое послушание, свою способность готовить и приносить мужу счастье. Есть еще другая точка зрения. Когда женщина очень сильно увлекается работой, то ее женские чувства, ее женские качества, они постепенно зажимаются. В результате она начинает сильно уставать. У нее на работе происходят следующие этапы развития. Первое, она увлечена своей работой, потом она на ней устает, потом работа ей становится противна, и потом она любым способом, любой ценой побыстрее хочет ее сменить. И такие циклы у нее происходят примерно за 3-4 года, и они постепенно начинают сокращаться. В результате женщина, которая не получила семейного счастья, она со временем начинает думать, что она не нашла себя в жизни, что ей надо обменять одну работу на другую, и ее неустойчивость, она проявляется не только в личной жизни уже, но также и на работе. Поэтому для женщины всегда лучше всего сначала устроить свою личную жизнь, укрепиться в ней, получить удовлетворение в личной жизни, и потом работать по мере необходимости для семьи. То есть работа для женщины должна быть увлечением, а не необходимостью развития. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok